Пожалуйста, открываем исход, 23 глава, 25 стих. Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой, и воду твою, и отвратит от вас болезни. Вау! Просто вау! Я вспоминаю, мы с вами когда-то распределяли список обязанностей в нашем храме, в нашей церкви. Кто помнит, кому какие были распределены обязанности, друзья? Помните, можете не говорить. Вопрос, насколько вы их выполняете, и насколько в постоянстве вы эти обязанности несете, да? Это практически ваше служение. Знаете, я иду по коридору, захожу туда, в наш маленький холлвей, да, там, где мы заходим в церковь. Я все время смотрю на наше бедненькое черное кресло, которое стоит на деревянном брусочке, и возле которого валяется ножка. И я думаю, Господи, дай мне умение, как обращаться с дрелью. Я бы, знаете, если бы умела, братья, дайте мне трейнер, я бы сама отремонтировала. Но я думаю, у нас много братьев. Неужели только я вижу поломанную ножку? Кто видел поломанную ножку? Знаете, это вот легко заменить. Кресло нормальное, но нужно нагнуться, нужно принести чемоданчик в следующий раз. И это дело отремонтировать, потому что... А если потом упадет кто? Надо сделать, чтобы не упали. Иногда это невозможно. Это фантазия... Вот, вот даю, браты, поручение просмотреть хорошо кресло, дать мне репорт. Есть ли там надежда? Если надежды нет, меняем кресло. Но если надежды нет и вы не сделали, будете отвечать перед Богом. Я отсюда вижу, что там бурба Га на кресле. Га. А если по 10, то она сбросится. Вы помните, вот как священники в Верховном Завете, они заботились о храме? Они перед каждой процедурой и каждым просто этой, как бы, священнической миссией, они омывались. Это были специальные чаши. Это все было особенное. Это было все там в чистоте, в порядке и так далее. И вот Господь нам дает это неплохое помещение, правда? Неплохое. И я вам хочу сказать, что вот на этом маленьком проверяемся мы с вами всегда и постоянно. И когда Господь проверяет на малом, Он дает больше. Вы хотите свое здание? Хотите? И я хочу. Давайте мы будем верными в том, что Господь поручил на сегодняшний день. Поэтому я ожидаю, что все-таки с креслом у нас разрешится. Ножка будет или отремонтирована, или выбросим. Но хочу сказать... Я каюсь, где пастор говорил... На покаянии, на покаянии. Принеси дрель, и я не принес. И до этого раз забыл тоже. Да. И, да, пожалуйста, просто имейте, обращайте внимание. То есть я прохожу, я вижу пыль и паутину на окнах. Это только я вижу или все видят? Кому пыли окна поручены? Растения. То есть все вот эти вещи следите, пожалуйста. Если я где-то... Убираюсь по стороне, свежий день опять, раз в неделю. Где-то я не успеваю. Понимаете? Хит дует, оно, видно, несет с хита. Да, поэтому постоянно это, оно в пыли надо протирать. Но хочу еще, как бы, следующую такую грань затронуть, что действительно Дом Божий, это Дом Божий. Он достоин лучшего? Аминь. Достоин, да? Достоин. Достоин момента, если даже это кто-то дал донейшн только через меня, через мой аппрувал, но ничего, ни с гарбича, ни юзаная, ни просрочная не надо нести в храм. Правда? Не надо. Потому что быстро это все зарастет, наполнится, и просто мы потом не будем знать, что делать. Если это Дом Божий, пусть ему будет приятно здесь. Пусть будет ему приятно и красиво. Служение. Вот мы говорим про служение. Значит, все вспомнили, кому какое было служение? Кто не помнит или кто не имеет? Поднимите ручки. Может быть, кого-то не было, когда мы распределяли. Может быть, кого-то не было. Я помню, это было летом. По-моему, Нины не было, да? Надя, я не знаю. Или дали что-то. Нанечка, что-то дали, но я не помню, да? Я же вам каждому по копии раздала. Где эти списки? Нет у вас? Нету их? Нету, да? А вы на доске можете. Мы сделаем доску почета, да? И будем отвечать. И если что, будем знать, кого спрашивать. За поломанные ножки, да? Поставить замечательное на листу. Я хочу вам сказать, знаете, друзья, служение, действительно, хотя бы маленькое служение. Да, мы служим Богу, когда мы служим людям, когда мы благословляем, помогаем. Ну вот, ответственность за наш дом молитвы, это на наших плечах, знаете. Я как бы где-то там дотерла, где-то не дотерла, знаете. Сейчас приходят новые люди эти из, как бы, с этого, с арт-класса. И тоже, как бы, смотрят. Не в этом плане, что у нас тут все должно быть перфект, да? Мы все люди. Но просто, чтобы было видно, что мы заботимся и ценим это. Правда? Да. И хочу сказать еще про служение. Одну такую вещь. Вы знаете, то, что, действительно, мы в постоянстве верности, когда служим Богу, Он творит чудеса, я это испытала в эту пятницу. Я не буду говорить всех подробностей. Я себя очень плохо чувствовала накануне молитвы. До такой степени, что вот, вот у меня выбор. Позвонить сейчас, сказать им отменить и просто лежать дома. Я себя ужасно чувствовала. И, как бы, я уже думала, ну, не хочу ни в госпиталь, ничего, просто отлежаться. И, вы знаете, я просто села, стала молиться. И я вот рассказывала, Валя-Валя знает. И у меня портрет Иисуса. Я положила так руку и сказала, Господь, я хочу прикоснуться к Тебе. Ты прикоснись ко мне. Помоги мне. Дай мне сейчас просто исцеление свое. Дай мне силы. И, вы знаете, это было что-то сверхъестественное. Это был сверхъестественный процесс. И я просто, я почувствовала эту силу. Я почувствовала, что просто как открылось второе дыхание. И я была на молитве. Пусть позже, но такое происходило в моей жизни многочисленное количество раз. Когда вот идет эта борьба. Отмени. Не приди. Пожалей себя. Тебе плохо. Когда ты вспомнишь о себе, да. Очень часто, когда дети болеют, тоже тяжело. Это еще тяжелее. Потому что думаешь, ну я же мать. Ну какая я мать после этого. Понимаете? И было много раз, когда ты приходишь домой, а ребенок как ни в чем не бывало. Как будто и не болел. И это есть какой-то здесь духовный закон. Не какой-то, но сто процентов. И вы знаете, примеров очень много можно приводить. В частности, знаете, иногда кажется, ну самые, может быть, знаете, какие-то такие незначительные вещи. Но Бог тебе сказал сделать, а ты не сделал. А ты пропустил мимо ушей. Вспомним пример Неймия, сирийского вот этого генерала, язычника, которому маленькая девочка, еврейка, иудеянка сказала, что тебе нужно пойти к нашему пророку, к Илье. Он за тебя помолится. И ты исцелишься. Сирийский генерал был в проказе. И все, что ему нужно было, ему нужно было пойти и окунуться в речку Иордан. И он говорит, у нас что, мало рек? Зачем я должен это делать? Пусть он как-то за меня помолится, пусть он что-то сделает. Но ему нужно было смирить свою гордыню и окунуться в эту небольшую грязную, может быть, речку, чтобы получить исцеление. То есть в верности сделать то, что Бог говорит на данный момент. И вы знаете, часто люди говорят, а я не знаю, какой Божий путь для меня, а я не знаю, какой Божий промысел для меня, да, какое Божье предназначение. Так вот, я хочу сказать, очень легко определить Божий промысел, христианский долг в той ситуации, в которой ты сейчас есть. Очень легко. Вот как Неймия услышал, да, что есть такой путь, есть такой шанс. И как он, Нейман вернее, извините, Нейман, вот точно так же мы с вами на том месте, что сейчас открывается, что Бог поручает. Сделайте то малое и будьте верны в том малом, что уже вам открыто. Окей, какое-то служение, да, я там призываю, там, какую-то помощь сделать, помолиться, задержаться где-то, да, там, я не знаю, помыть что-то, кому-то что-то передать, позвонить и так далее. Вот эти малые вещи, будьте верны в этом. Следующее, напишите, почитать духовный авторитет, духовный авторитет. Я не про себя, я про то, что в Библии. Самое главное, конечно же, что власть от Бога, Божья власть. Кто не почитает Бога, разговор на этом может закрыться вообще. Но точно так же, как, например, если приходит работник компании, и он исполняет обязанности, ну, скажем так, дженитер, да, то есть он убирает. У него есть над ним менеджер, да, и у него есть тот, который распределяет ему работу. И очень важно, чтобы он уважал и директора компании, и хозяина компании, и менеджера. Но есть определенная вот эта субординация, да. То же самое Господь открывает нам в церкви. Вот Господь в церкви, Он сказал, что я ставлю кого-то учителями, кого-то евангелистами, кого-то пророками. То есть Он наделяет властью определенных лиц, которым нужно быть руководителями в церкви, из которых будет потом спрос, да. То есть задача служителей вести паству, задача служителей, чтобы паства шла за ним и принимала его слово, задача любить, руководить и так далее. И в Писании сказано очень просто. Младшие повинуйтесь пастырям, все же подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрим, потому что Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Вы знаете, я видела на протяжении нашей церкви, что очень многим людям, мужчинам, женщинам, даже не было градаций в джендерного какого-то, знаете, зависит от пола, даже не от этого. Было тяжело подчиняться, тяжело признать авторитет, что вот этот человек, несмотря на то, что он в юбке, не в юбке, он поставлен Богом. И вот Бог таким образом проверял, проверял. И знаете, я недавно говорила тоже с одной сестрой, Господи, и она ходит в другую церковь, и она говорит, что в американских церквях то же самое. Очень много людей, знаете, таких как, знаете, просто вот пассажиров, просто вот каких-то, как на перекладных, прибежали в одну церковь, в другую, в третью. И мы просто как бы рассуждали в этом, сошлись на то, что человеку тяжело встать under authority, да, под авторитет одного определенного человека, и принять просто его власть. И, как правило, это может быть что-то из детства тянется, может быть какие-то отношения были, обида какая-то с людьми власти, да, с людьми, которые там учительница, что угодно. Но Господь говорит, что уважайте труд трудящихся у вас, да, предстоятелей в Господе, вразумляющих вас, уважайте этих людей, уважайте. В другом месте Писания сказано, помните наставника ваших, которые проповедовали слово, и взирая на кончину их жизни, подражайте вере. Конечно, сейчас много служителей падает, и не хочется там никому подражать, но тем не менее, на том месте, где вы есть, не скачите, не прыгайте, но пытайтесь укорениться, и пытайтесь действительно просто в уважении относиться к тем людям, которые вам служат. В семье авторитет, если нарушен, да, сказано следующее в Писании, 1 Коринфянам 11.3. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава, кто? Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Пастор Лена вышла на покаяние. Хочу вам сказать, что очень часто я эту заповедь, я ее хочу нарушить, иногда нарушаю, потом каюсь, и мне хочется главенствовать в семье, несмотря ни на что. Но в Писании сказано, опять-таки, жены должны подчиняться мужьям со страхом, трепетом, как по отношению к Богу и скротостью Духа. Все жены сказали. Аминь. Так и есть, да? Так и есть, сестры, так все и подчиняемся. Сказано, дети должны подчиняться родителям и заботиться о них. Ну, сестры, нам есть над чем работать. Да, братьям есть тоже над чем. Следующее. В Писании сказано, должно ли повиноваться больше Богу, нежели человеку. Это пункт четвертый и касается гражданской власти. Гражданской власти. Мы видим, как сейчас правительство закручивает гайки, иногда не в ту сторону, так что и резьба слетает, да? И вот здесь вопрос, подчиняться ли такой власти? Может быть, власти, которая где-то даже толкает на сговор с совостью, с грехом, да? И в Писании сказано, что если такая власть, она действительно толкает человека на преступление, толкает на грех, то мы имеем право противостоять этому. Но мы должны молиться, принимать власть, не поливать ее, молиться за него. То есть мы должны принять вот факт, что Бог допустил этих правителей, которые, может быть, нам совершенно не нравятся, но Бог наделил их властью в той области, именно там, где вот они есть, по его какому-то промыслу, понимаете? Если мы будем проклинать, если мы будем поливать, то мы просто действительно это относим и к Божьему решению, к Божьему промыслу. Поэтому мы должны подчиняться гражданским властям, но если власти толкают нас на совершение преступления или какого-то греха, то, конечно же, мы противостоим. Противостоим. Вы знаете, я слушала, есть такой епископ, Эдуард Гробовенко, кто слышал? Не слышали? У него очень интересная история, свидетельство, он сам из Харькова, и Господь его призвал в уральский город Пермь. То есть он, как бы, чистый украинец, и вот он приехал туда. Приехал туда, 20 с лишним ему лет, закончил он библейскую школу, и он приехал, и Бог просто стал, ну, вообще творить чудеса. Он говорит, я не мог ехать в троллейбус. Я ехал, говорит, каждая практически вторая женщина, каждый, наверное, мужчина был настолько пропитый, этот запах алкоголя, то есть, ну, полный вообще, как в городе духовный был коллапс. И он приехал, и, значит, поселился, поселился в семье верующих людей, вот, и пошел на евангелизацию, еще как таковая церковь не появилась, возвращаются домой, сидит, и муж, и жена, перепуганные лица, чуть не плачут, говорят, забирай вещи, уходи. Верующие, да, в отделенной церкви, были отделенные и регистрированные церкви, нерегистрированные церкви, они не подчинялись, как бы, власти, чтобы власть не могла их там контролировать, посылать КГБ и так далее, это 90-й год. И они сидят и чуть не плачут, он говорит, что случилось? Они говорят, что приезжала заместитель мэра города, миллионный город, его уже нашли, где он остановился, и сказала, чтобы духу твоего здесь не было, забирай свои вещи, уходи. Вот он поселился в гостинице, да, и что ему делать? Он говорит, у меня внутренний есть стержень откровения от Бога, что я должен здесь быть, я должен здесь остаться. Я иду в мэрию, я иду в мэрию, говорит, я нахожу эту женщину, я, говорит, представился ей, я такой-то, такой-то. И она говорит, уезжайте отсюда, чтобы вас и близко не было. Как она сказала, то, что вы проповедуете, это чуждо русскому народу. Это даже не близко где-то с православием, но вы проповедуете чуждую Библию и вообще уезжайте. И он говорит, а вы знаете, что я вам скажу? Я вам хочу сказать следующее, что это Бог сказал мне делать. Я никуда отсюда не уеду. Была пауза, и она немножко смягчилась и говорит, но я беспокоюсь за вашу безопасность, потому что люди могут вас не принять, и просто вам будет проблема здесь. И понемножку, понемножку, просто Бог стал его использовать как Павла, и они разговорились. И в общем разговор закончился тем, что он подарил ей Библию. Но опять-таки, вот подчиниться власти, да, подчиниться власти. Вот завтра закроют церковь, скажут, все, никаких собраний, ковид и так далее. И очень многие церкви это сделали. Они потеряли практически половину паства, да, кто сел на онлайн и так далее. То есть подчиниться власть. Где сказано вообще такое в Конституции, в Библии, что церковь должна быть закрыта вот при таких вещах, при каких-то ситуациях. То есть мы наоборот должны объединяться. И вот этот Эдуард Гробовенко, если найдете его свидетельство, очень-очень интересно рассказывает. Но что я вам хочу сказать, опять-таки, про служение. Он говорит, когда я приехал в этот город, говорит, моя жена была беременна. Тогда на Украине, ну может и сейчас тоже, в 17 лет уже разрешали жениться. Вот мы поженились, она сама ребенок, и она двойню несет. И я, говорит, здесь в этой Перми, говорит, холодина, и мне нужно закончить библейскую школу в Прибалтике. И вот, говорит, я в Прибалтике заканчиваю эту школу, нужно возвращаться в Пермь. И приезжает сестра из Харькова, сестра в Господе, и говорит, твоя родила, но на два месяца как бы раньше, недоношенных. И говорит, врачи никаких гарантий не дают. Вот я, говорит, поехал туда. Это, говорит, малепусенькие, говорит, двойняшки, мальчики. И говорит, она сама вся измученная. И, в общем, они там лежат по килограмму весом. Но он говорит, что я понял, что все, ну какое служение? Какое служение, если такая ситуация в семье? И жену зовут Лариса, он говорит, послушай, чем ты можешь нам сейчас помочь? Они все равно лежат в этих боксах, в этих барокамерах. Она говорит, езжай, возвращайся в эту школу, заканчивай и езжай в Пермь. И вот он говорит, вы знаете, что у меня в Харькове была, говорит, трехкомнатная квартира. По тем временам у меня была очень хорошая зарплата, там чуть не 500 рублей, это, говорит, хорошие были деньги. Но, говорит, когда Бог проговаривает, и когда ты идешь за Ним, и действительно, это внутри, говорит, тебя, как просто беременность. Ты с этим ничего не можешь делать, ты должен это родить. И говорит, я уехал. Но, говорит, я просто не находил себе места. И врачи сказали, что они проживут, ну, может быть, я не знаю, там, неделю или сколько, пару недель. Эти мальчики выжили. Эти мальчики выжили, и хоть были недоношенные, но они выжили, и уже сейчас им по 30 с лишним лет, они живы и здоровы. И вы знаете, вот, задумываешься, действительно, каждому человеку будет предоставлен выбор. Как бы, исполнить то, что Бог говорит, или встать в сторону. Я не знаю, что бы было там с этими детками, может быть, бы они выжили тоже, но, он говорит, моя жизнь была очень нелегкой, непростой всегда. Но, тем не менее, я никогда служение Богу не ставил на последнее место. Я всегда был верен Ему в это. Окей, шестой пункт. Сегодня мы говорим о том, чтобы наши слова не расходились с делами. И шестой пункт. Храм Духа Святого, наше тело. Писание сказано, как мы относимся к нашему телу. Очень часто, опять-таки, что-то заболело, как, чего, не все ситуации. Мы начинаем искать исцеление, мы начинаем просить, мы начинаем где-то связывать бесов. Но иногда мы просто сами попускаем нашему храму, Святого Духа, нашему телу, быть вот в таком немощном состоянии. Окей, 1 Коринфянам 3,16. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и что Дух Божий живет в вас? Если кто разрушит храм Божий, то Бог покарает его, ибо храм Божий свят, и вы, а вы есть этот храм». Знаете, большинство наших проблем связано с тем, что мы не то кушаем, правильно? И ведем сидячий образ жизни, в принципе, особенно здесь, в Америке. И есть, конечно, проблемы такие, которые невозможно контролировать, но тем не менее, в отношении здоровья 100% работает закон, что посеешь, то и пожнешь. Самое первое, у нас мы должны понять, что мы созданы по образу Бога, да, об этом говорит нам Бытие. И во время грехопадения Адам и Ева, они этот образ, они его испортили, да, то есть этот образ был испорчен. Но он не был уничтожен, то есть он стал смертным, но он не был уничтожен. И уже одна эта истина, что все-таки Господь дает нам 80, там, 100 лет жизни, заставляет нас просто поменять наше мышление и заботиться, заботиться, да, потому что второго шанса не будет. Когда к Господу придем, там будут, как бы, нетлеющие тела. Поэтому наши смертные тела даны нам, чтобы через них жил Христос, но чтобы мы заботились о нашем теле, чтобы мы не попускали ему вот так вот приходить в полную негодность или сидеть там, я не знаю, на таблетках, на наркотиках и так далее. То есть второй попытки у нас заботы о теле нашем не будет. Следующее, то, что следует сказать и просто проверить себя насчет заботы о теле нашем, плохая дисциплина, то, что вот касается вообще и молитвы, и нашего просто образа жизни и питания, это идет, как бы, знаете, антиреклама вообще нашему христианству, потому что отсутствие усилий в определенной области жизни, мы не можем пост взять, мы не можем помолиться, мы не можем Библию почитать, мы не можем вовремя в церковь прийти. Это все отсутствие дисциплины, и это настолько видимо, да, и Господь нам призывает, особенно когда Павел говорит Титу, когда говорит Тимофею, он все время призывает к самоконтролю и дисциплине. И то есть мы можем себя проконтролировать вовремя прийти на работу, нормально, на appointment, нормально, но в церковь как бы, ну, как-то так, знаете. Поэтому плохая дисциплина, она не в нашу пользу. Следующее, плохое здоровье всегда приведет к затратам. Когда болеешь, идет оплата, идут, как бы, билы, хорошо, если все покроется, но, тем не менее, знаете, не хочется проработать всю жизнь, да, не следить за своим телом, а потом все эти деньги, сбережения отдать, отдать просто на лечение. Поэтому плохая физическая форма также говорит нам об идолопоклонстве. Как это связано? Может быть, это не слишком приятные слова, но их, наверное, надо кому-то сегодня услышать. Если мы с вами не можем подчинить наш аппетит Господу Богу, позорно, друзья, если наш аппетит идет впереди нас, привязанность к каким-то определенным продуктам, если мы не можем отказаться от излишества в еде, это идолопоклонство. Согласны? Ничего не должно, не согласны. Ничего не должно оглавенствовать, да, и управлять нами. И управлять. Следующий пункт, почему мы должны заботиться о храме Духа Святого, о своем теле, потому что нам нужна энергия, энергия для служения. И вот работа, которая нам поручена как христианам, это нелегкий труд, особенно вот кто там в служении постоянном, то есть, чтобы дело Христово нести, нужно здоровье. Я вспоминаю, когда мы ходили, вот эти вот марафоны в хамтремике, и я помню, что, знаете, ну тяжеловато было пройти вдоль, поперек, там, что там того хамтремика, и, конечно же, особенно кто был не приучен долго ходить, я помню, Сэм вообще говорит, что это за дурная идея, то есть, он не приучен был ходить, как бы, так много, и, конечно же, ну, пожилые люди, это... Но вспомните, как мы в Союзе жили, да? Сколько у нас от троллейбусной основки до дома? Сколько надо было пешочком? Километра полтора. Полтора километра каждый день, туда и обратно, да? То есть, и как бы, и ходили, и ходили, то есть, плохая физическая форма, она будет нам просто усложнять, усложнять работу нашей миссии, именно как христиан. Конечно же, нужно отдыхать, и представьте, что Господь призовет нас куда-то нести, и, может быть, Евангелие в другую страну, что, в принципе, как бы, я не знаю сейчас, насколько это возможно, но многих христиан призывал Господь и в Африку, и в Азию, там, где и в Индию, где нет вообще условий, друзья, сможем прожить без горячей воды, без всякого комфорта, сможем или нет? А, мы только оттуда, типа, да? Нам не привыкать. Нет, в смысле? Ну, хорошо, то есть, в принципе, нам, как бы, там, нехватка продуктов и коллепс. Молодцы, 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 горжусь вами. То есть, нам все эти вещи, которые тут предрекают, они нам не страшно. Мы это проходили, да? Понятно, в неделю, то вода холодная. Мы это проходили. А сколько это зимы? Я же тоже об этом. Да, окей. То есть, ну, мы поняли, что нужно бережно относиться к нашему храму Святого Духа. Седьмой пункт. Жадность или щедрость? Жадность или щедрость? В Писании сказано, вот опять тестируем себя, да, щедрого на хлебы будут благословлять уста и свидетельство о доброте его верно. Против скупого на хлеб будет роптать целый город и свидетельство о скупости его справедливо. В Писании сказано про нашего Господа, что Он расточил себя, раздал до капельки крови, то есть, Он отдал все. Ну, вот интересные слова. Давайте мы их прочитаем. 2 Коринфянам 9, 13. «При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. Кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Кстати, вот этот Гробовенко, он рассказывал такой случай, что, говорит, «Я когда жил, это было, говорит, время талонов. Талонов, говорит, на хлеб, талонов на молоко. Я не знаю, вообще на Украине были талоны или не были?» «Были, были, были, ванны, ванны, ванны». И он говорит, «И вот, говорит, я вставал ночью, чтобы по талонам взять булку хлеба». У меня, говорит, был брат один в церкви, который это наблюдал.